И всем привет, ребят! С вами Старванька и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно, возможно, новому даже циклу рубрики на канале. Сегодня мне в голову пришла идея начать тестировать комплекты, которые у нас есть в гараже и обращать внимание на то, какие комплекты больше прорисуются спросом, какие комплекты интересны. Раньше эта тема была очень и очень сильно развита и интересна игрокам. Многие хотели узнавать, какой комплект лучше приобрести на определенном звании. И я решил взять один такой интересный специальный аккаунтик, который вы видите сейчас на своих экранах. Звание Бригадирчик. У нас есть возможность приобретения любого комплекта и обзора его на этом звании. Ну и в дальнейшем, если вам это понравится, то мы будем продолжать тестировать комплекты. Покупать я их буду за танкойны в связи с тем, что у меня звание Бригадир. И уже полноценно рассматривать на то, насколько они актуальны, не актуальны, нагибают, не нагибают, стоит их покупать, не стоит покупать. Чтобы, возможно, тем игрокам, которые прокачиваются, чуть больше было понимание по балансу, по вооружениям, какие стоит использовать. Все-таки раньше у нас была возможность покупки комплектов на постоянной основе. Сейчас эта возможность также есть, но она уже пользуется меньшим спросом. Поэтому я для себя решил попробовать, решил попробовать. И целиком и полностью это, ну будем называть рубрика, зависит от вас. И если вам это интересно, то, пожалуйста, поддержите это видео с лайком. Если у нас, например, 150 лайков наберется, будет активность в комментариях, я увижу, что это вам дело интересно, то мы продолжим тестировать комплекты. Ну а сегодня я на обзор беру комплект, который я не могу иметь на своем основном аккаунте. Это вооружение ВАСПА-шафт. Я, правда, тут потерял, где он находится. Этот ВАСПА-шафтик, наверное, где-то ближе к низу. ВАСПА-шафт комплект довольно интересный. Довольно интересный пушка, которую я не могу использовать на постоянной основе, на которой я вообще в принципе не играю. У меня был и есть вообще аккаунт, на котором можно поиграть на шафте, но, ну не знаю, что-то как-то не играю я на нем, не интересно, мне это особо пушка. А комплект куда-то потерялся. Был здесь такой комплект с ВАСПА-шафтом. Где-то... А, вот, нашел. Жало! Жало! Не знаю, откуда, куда, чего жало, но вот такой вот интересный комплектик. Сегодня мы вместе с вами протестируем комплекты танкойновые, в связи с тем, что мне тут не хватает звания до комплектов за кристаллы. Ну и по дрону мы будем использовать Брутика. По резистам у меня резисты вроде как здесь МК-6. Приобрел я себе ВАСПА-шафта. Так, рез у меня стал МК-7. Ну и я думаю, что так оставим. Если вдруг что-то там надо будет, то резистик сможем по ходу боя поменять. Ну и пробуем, смотрим. Изначально, я думаю, что сыграем одну катку. Если это будет катка с какая-то досрочкой, то, возможно, сыграем еще один бой. Первый бой сыграем в ТДМ очки. Посмотрим, что из себя будет показывать наш замечательный ВАСПА-шафт. Шафт у нас бустанули. Бустанули довольно серьезно. Есть теперь смысл стрелять и без сводки. И со сводкой там тоже сейвится процент в зависимости от того, сколько вы там зарядили по оппоненту. Поэтому будет сейчас интересно посмотреть, что будет вообще происходить. Успею ли я быстро... Ой-ой-ой. А, я понял. А почему у нас на мышке верх-низ изменен? Немножечко непривычен мне этот момент со сводкой шафта. А, вот это, наверное, да? Вот это надо убрать. Сейчас проверим. А, вот, да. Вот сейчас верх-низ то, что надо. Так, ну ладно. Вы меня сильно, конечно, там не ругаете за игру на вас по шафте. Все-таки, ну, такой себе из меня шафтовод. Я не профессионал в этом деле. Но попробую показать что-то интересное на этой замечательной пушке. Ну и заодно посмотреть, вообще актуален, например, такой комплект со вскидки почти 600 урона. Нужно не забывать, что это МК-7 вооружение. Также, видите, сколько процента баллона еще у меня засейвилось. По званиям легендочки против. Ну, такое не совсем приятно, если честно, играть против легенд на таком звании и не совсем жестком вооружении. Ну, вот это, конечно, жестко, да, тиммейт встал? Красиво, красиво, молодец. Неплохая игра. Неплохая игра, боец. Так, там чел стоит в сейве. И тут чел тоже был один. Но и никто не открывается под меня ни слева, ни справа. Не пикуют ребяточки. А я, как дурачок, в прицеле стою, жду. У моря погоды. А мне прострела не хватает. А он попадает. Офигеть. Вот так вот. Вот так вот меня быстро законтролили. Ну, Габелла, что я могу сказать? Габелла, вот такой вот я шафтоводик. Который вам просто говорят, добрый вечер. Так, вот этого мы быстро пассажира забираем. А, не понял. Еще и даже урона не хватило. Я думал, мы его забираем. А ему только 2000 дал. Но этот шафт без устройств никаких. Так, вот этот тип сейчас не спрыгнет. Можно было бы ему пиксу дать. Ай, зараза, ладно. Скидываю шафтам. Еду вперед. Попробую простыми выстрелами покидать. Посмотреть, что из этого выйдет. Слово, может быть, в скором будущем. Затестирую твоего Кипердейла. На котором Воспо-шафт. Ой, Воспо-шафт. Там Хори-шафт. Хори-шафт имеется. И посмотрим, что он будет из себя показывать. Ну, пока что-то как-то у меня ничего не получается, если честно. Что-то как-то Воспо-шафтик. Ну, такой-то, такой-то. Я, конечно, не шафтамод. Но особо ничего такого жесткого нету. Так, давайте сводочку хорошую. Блин, что так урона мало? С ДДшки 2000 даю. По ощущениям, кажется, что урона должно быть больше. А мне вылетает 2000. Давайте фулл сводку дам. Фулл сводка сколько? 340. 340. 340. Блин, хотелось бы большего какого-то урона. В этом моменте не хватает мне, чтобы ваншотнуть. Хотя, по идее, футать должен. О, хорошо, 2700. Залетело в кабину. Нормально. Так, пробуем сейчас. Вот отсюда что-нибудь. Пиксу какую поймать. Вон там вот вижу, что можно поймать. Ага, понял. Чуть не хватает. До пиксы. Так, бомбочку. Возьмем бамбу. Пойдем куда-нибудь ее нажмем. Опа, можно и не нажимать. Можно вот сюда. Довольно долгая сводка. Ну, я имею ввиду не сводка сама, а перезарядка. Перезарядка довольно долгая. В связи с тем, когда ты полный баллон даешь, там около 10 секунд. Вроде 9. 9-10 секунд нужно потратить времени, чтобы ты мог в следующий раз свестись. И по сути, в этом тайминге, после первой сводки, сейчас я печально промазал, нужно сразу куда-то пушить, менять позицию и стараться накидывать уже навскидку урончик. Потому что навскидку сейчас у шафта урон примерно такой же самый, как у грома, например, того же. И за счет этого можно реализовывать какие-то интересные моменты. Еще было бы интересно посмотреть, что бы у меня, например, могло получаться, если бы я играл бы... Ой-ой-ой, ну что, мне кто-то сбивает прицел или что? А, я понял. У вас поезид отолкает. Мне интересно было бы, что могло получаться с тройным, например, шафтом, да? Тройной шафт в свое время был тоже очень-очень жесткий, очень интересный. И, быть может, сейчас он тоже будет показывать очень хороший результат. Оп, успел типа забрать, но хоть какую-то сводочку реализовал. Го, хотя бы, ну, не знаю, в плюсовую УП выйдем, что ли? Это что-то как-то, ну, это вообще тухловато будет. Тухловато, тухловатенько. Пробуем скидочкой, шестьсотку. Расстояние у шафта теперь тоже стало очень интересное. Но единственная проблема это в том, что сводка, сводка очень долго перезаряжается, да? И поэтому, когда у вас сводочка перезаряжается, вы быстренько вот такими выстрелами можете накидывать по оппоненту. Такими легонечками, по шестьсоточке кабинку уносить. Угла нету. Чего бы угол был бы у шафта. Была бы бомба. Но угла нет. Так, катку мы сливаем. Катку мы сливаем. Мне вот было бы интересно, наверное, посмотреть, что было бы на большой карте. На большой карте с у вас по шафтом, да? Например, на каком-нибудь там кунгурчике. Там или еще чем-нибудь таком. Не совсем маленьком. Тысяча шестьсот успел ее быстро выдать. Но этого недостаточно было. Если бы я еще знал, сколько примерно надо баллона сводить, чтобы там уничтожать. Шафтоводы, те ребята, которые побольше играют на этой пушке. Они примерно понимают, сколько надо там накинуть, чтобы уничтожить оппонента. Мне в этом плане немножко потяжелее будет все-таки. Так, ну этого типа тоже не добила. Пробуем, пробуем, пробуем. По сути, камбэкнуть, наверное, можно в теории эту катку. Если постараться. И пикает. Хотя там типочек был. Ой, меня сейчас салют. Блин. Блина, мамонт! Мамонт попался! Ну ладно. Ну ладно, так. Здесь раньше была пикса хорошая. Теперь этой пиксы там нет. Подождать, да, да? Блин, как улетает корпус. Две девятьсот я не добил? Серьезно? Офигеть. И типа фулл хп было. Мне даже не хватило. Ладно, бомбочка хоть сработает. Хоть бомбой кого-то унесем. Попробуем еще по вот этому молодому накидать. Чуть-чуть. Еще до бабки! А, чуть-чуть. Не успел. Да, у вас по шафте как-то что-то я думал поинтереснее будет. Думал будет поинтереснее, но... Пяжеловато. Пяжеловатенько. Еще. Ну а блин! Хорош, добил. Так, теперь быструю сводку. Вот сюда. Хорош! Жестко залетело. Туда эта плюха. На развальчик. Так. И теперь по хоперу. По хоперу. Блин, ну сколько я ему дал? Только тысячу дал. Маловато! 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 Ну и конечно, конечно, немножко не то. Немножечко не то. Так, хопер, хопер. Давай, давай, давай. Братик, братик, братик. Наресп. Блин, на респ. Я уехал, а не он. Не повезло чуть-ка мне. Наресп уехал я, а не он. А с бустером чувствовался бы сильно? Плюс. По хпшке. Интересно. Ой, не по хпшке, а по урону. Здесь максималка. О, нет, 150 только. А откуда максималка летит? Отсюда максималка? О, отсюда 400. Нифига. Отсюда 600! О, нифига себе, урон прибавляется жёстко на шофте. О, порчик вообще пиздашному. 1200 почти залетает. Ну прикольно, прикольно, прикольно. Единственное то, что у меня здесь не качано вооружение и чуть противнику попроще против такого играется. Это да. А, это челы же ещё со спасателем. Я понял, почему я его иногда не сливаю. Так, этого мы точно взорвём. Давай, уехал. Уехал человечек. Так, ну и давайте. Наша задача выйти в плюс УП. Выходим в плюс УП. Будет шикарно. Если в плюсовика выйду. Для того, чтобы в плюсовика выйти, надо ещё немножко покидать неплохо. Так. Поппер на меня мчит. Минку не схавает. А-а-а. Пекай. Блин. Унесла меня Жига. В минус 20 по киллам мы, конечно, идём. Ничего хорошего у нас не получается, к сожалению. К сожалению. Глубочайшему так. 2600 я выкинул. Так, на разворотике. И поэтому типу... О, хорошо. Ещё можно было добавить. Можно было ещё добавить. Давай, давай, давай. Ну. Не попал? Офигеть. А как я не попал? У меня на радаре показалось, что я дал ему. О, у нас, кстати, смотрите, у нас шафт тоже играет. Смотрите, сколько у нас ушов-то очков. У нас какой-то жёсткий шафтовод. В сравнению со мной. Вот, это убил. Понял? Убил. Нормально я убил? Спасателя, походу, только сбил ему и всё. 20 киллов. Учила на мамонта шафте. С тяжёлым кондёрчиком. О, пикса открылась. Шикарно. Да, не так часто я, конечно, выступаю в роли снайпера. Который сидит и стреляет на шафте. Но иногда даже интересно. Иногда интересно вот такой вот темой позаниматься. Ну и могу сказать, что вот с этим обновлением шафт начал смотреться поинтереснее. Да, то есть, навскидку уже есть урон какой-то. Маломальский, нормальный, да. В сравнении с тем, что было раньше. И тот урон, который там вылетал. Ну, это был вообще смех. Сейчас уже урон поинтереснее. И мне вот интересно ещё посмотреть, что будет получаться, например, с тройным шафтом. Да, то есть, как себе тройной шафт будет показывать. Он заныкался. Ай, ужас. Ужас, меня ещё и в спину слили. Успел быстро сориентироваться, да, молодой. Надо было, конечно, сбрасывать сразу и ехать его пушить. Может, я бы его так на пуш и слил бы. Но я как-то немножко не сориентировался. Так, 3000 выдал. По-моему, он-то хорошо его добили. 20 киллов. Ну, почти в плюсу, по-моему, даже вышел. Глядишь, может, к концу боя выйду. Плюсовика. Викинг. Меня не пушит до конца. Сводочку попробуем быстро её оформить. Не успел чуть. Но, видите, баллон, например, не дотянул до максималочки, до сводочки. И сразу какой-то процентик у меня остался. Остался. Это, конечно, очень неплохо бустит. Блин, чел, меня обманул. Очень неплохо бустит шафта в моменте, когда ты, например, не успеваешь быстро досвестись. У тебя какой-то процент остался. И со следующего захода ты уже можешь ещё что-то накинуть. Да, то есть вот сейчас, например, у меня почти пол баллона осталось. Сейчас, соответственно, я на 3 секунды 4 трачу меньше времени. Даю сразу следующую сводку. Забираю. Нет, не забираю. Не добиваю, типа. Осталось у неё, наверное, хп200. Может, меньше даже. Ну, сейчас попробуем. К сожалению, конечно, мы не комбэкнем эту катку. Блин, не успел досвести, офигеть. Ну, как-то уж автобашня не так быстро крутится. Но, автоводы, наверное, такой игры будут в шоке. С моей такой игры. Непрофессиональной. А вот те ребята, которые... Которые играют примерно так же, как на шафте. Ну, наверное... Наверное, меня поймут. Что где-то тайминги теряются. И не всё так просто. Так. Давай, уехал, челка. Вот и сводишь. Дождался 100%, чтобы не было нулевого урона. И чтобы уже можно было его забрать. Так, шафт пикать будет? Будет. А-а-а! Тот же самый тайминг, что я. Он решил выстрелить. Ну, урон не такой большой залетел, если честно. Блин, там пикса. Нет её. Думал, чуть-чуть будет краешек виден. Чтобы я его успел свести. А он по мне не попал. Но, к сожалению... Пичуть я перемудрил. Так. Нашего шафта тоже тут накрывают. Но, типа, мы сливаем. С водочки залетают. Ух! А я секрет? То с такого расстояния... Ё-моё! Вот это хороший урон. Смотрите. С такого расстояния по пятьсотки. Блин, это достойно. Чё я могу сказать? Единственное, когда по вам стреляют... Этот моментик не совсем приятный. Когда по вам накидывают. Ну, ничего страшного. Мы бомбочкой компенсировали. Так, сейчас ещё сводочку вон туда такую... А-а-а! Широко дал, да? Дал широко. Расстрел закрылся. Эти моменты, конечно... Надо рассчитывать. Ну, что я могу вам сказать? Ну, что я могу сказать по шафту? Шафт? Шафт. Сам по себе. Ну, наверное, не такой плохой. Если бы на нём ещё игрок играл бы хороший... Хе-хе. То, может быть, смотрелось бы ещё интересней. И было бы актуально. Мне вот порадовало то, что... На вскидку теперь очень хороший урон даётся. Ну, и те моменты, когда ты, например, даёшь сводку неполного баллона. Раньше у тебя скидывалось всегда до нуля. А сейчас скидывается примерно до того момента, насколько ты свёлся. Да? И это где-то даёт вот эту дополнительную возможность шафту сделать быстрый следующий выстрел. И за счёт этого быстрого следующего выстрела вы выигрываете очки. Выигрываете дополнительные киллы. Ну, и, возможно, это ещё и помогает вам выиграть, конечно же, бой. Пишите, что вы думаете по поводу этого комплекта. Пишите, что вы думаете вообще по идее в целом. Да? Имеет она смысл? Если у вас интерес смотреть обзоры на комплекты. Ну и какой бы комплект хотели бы вы увидеть следующий. Пишите это всё дело в комментариях. Поддерживайте видос лайком. Как я и сказал, если 150 очка у нас набирается на этом видосе, то идея продолжается с комплектами. Если, ну, там, не доберётся лайки, но это будет актуально, будет активность, будет комментарий, то тоже мы, может быть, продолжим. Подписывайтесь на канал. Как я уже сказал, нажимайте лайки, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Мистер Ванька.